Всем привет! С вами Дин Рай и вы на моём канале. В общем, как вы уже знаете, я в Псков приехала, и мы пришли... Куда мы пришли? Мы пришли в Кремль, вот куда мы пришли. Вот. Мы уже зашли внутрь, тут ворота были очень классные. И посмотрите, сзади такой красивый вид я нашла. Вообще, тут прикольно, мне нравится. Вот. И тут красиво, и такие развалники. Короче, я вам сейчас всё покажу. Поэтому смотрите до конца, я вообще город покажу вам, будет интересно. Так что поехали. Вот смотрите, собственно, на фоне чего я снимала вам начало видео. Вот. Здорово, правда? Это Кремль. Вот. В общем-то, тут достаточно классно сейчас мы всё посмотрим. Тут, смотрите, такие развалины. Туда только проход запрещен, к сожалению. Вот. Но, в общем-то, мы вошли через ворота. Там касса, но без экскурсий, вход свободный. Кстати говоря, кто смотрел мой рум-тур, вот этот вот Кремль как раз у нас в комнате на обоях. На одной стене. Если не смотрели, то обязательно посмотрите. Достаточно прикольный рум-тур, вам понравится. Ссылочка на него будет в конце видео обязательно. Вот тут сувенирная лавка. Сувенирчики такие, ручная работа. Красивенькие такие всякие штучки. Подвесочки такие. Вот, ручная работа. Смотрите, какая красотулька. Вот тут всё вот это место, которое вы сейчас видели. Это всё было застроено всякими домами, зарублями раньше. Но сейчас, как видите, остались только фундаменты. И просто ничего вообще-то нет из этого, то, что было раньше. Не осталось. Ну, вот тут стоят вот такие вот грибы-грибы-эстетики. И тут проходят не только экскурсии, тут ещё всякие городские мероприятия, как мы поняли, проходят. Вот, потому что заказ интерактивных программ. Тут мы спереди видим фундамент храма. Вот, посмотрите, он тут достаточно большой такой. Там можно внутри прямо походить. Смотрите, вот тут вход похожий был. И смотрите, тут вот такие вот всякие штучки. В общем, всё такое разваленное. Такой вайф вообще. Ну, конечно, жалко, что это всё развалилось, потому что, мне кажется, это было очень красиво. Всё вместе смотрелось такая. Внутри Кремля, как бы, да. Мне кажется, это очень классно было. Но, к сожалению, вот так вот. Ну и, конечно, я покажу вам себя, как я тут хожу по этим развалинкам. Вот, этот фундамент. Грустненько, конечно, но на самом деле даже так это передаёт какую-то такую атмосферу, такой вайп. Даже отчасти это как-то даже эстетично, можно сказать. Ну, вот так вот. Хочу, чтобы вы примерно поняли размер всего вот этого. Я могу отойти далеко отсюда от вас. Идю по краям. То есть, я, наверное, даже из кадра выйду, если зайду туда. То есть, тут очень большая площадь, такая большая территория разваленная. И тут, ну, таких несколько, конечно же. Потому что от разных построек, собственно, остались разные развальные фундаменты. Но, конечно, территории очень большие. Хотя, с видео, это кажется таким маленьким. Но, когда заходишь внутрь, ты понимаешь, насколько здесь было много. И, причём, тут ещё такая форма прикольная. Там как бы такая паденка, смотрите. То есть, типа, насчёт удобная, но мы будем в водах. И здесь такая такая. И я думаю, что это смотрелось, как я уже говорила, очень красиво. В такой форме классной. Вот тут такая крепостная стена. Понятное дело, большая. И по ней можно ходить. Мы видели, там люди проходили. Сейчас мы тоже попробуем найти, где войти. И тоже там походим. Это вот у нас лестница на Власевскую башню. На смотровую площадку. Тут же такая лесенка деревянная. Кстати, смотрите, какая высокая. Сейчас мы будем по ней подниматься. Неудобные ступеньки, конечно. Но отсюда, наверное, будет очень красивый вид на вот это всё, собственно. А вот там я ходила. Вот там вот. Вот мы уже поднялись. Это, получается, другая сторона стены, собственно. Вот там вот город сам. А вот здесь другая сторона. Вот тут больницы, конечно же. Вот, много их. И вот, собственно, тут внутри всё такое каменное, крыша деревянная. А вот эта больница, видите, какое тут пространство. Морщая. Ну и там, конечно же, река. Сейчас я приближу вам. Кстати, вид очень красивый. Я знаю, что, конечно, не всем немножко, но реально очень красиво. Ну и, конечно, тут эти больницы по всей стене, собственно. Он там, он дальше там. И с другой стороны. Сейчас мы идём на смотровую площадку и написано, что вход только в маске. ЛИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас мы называем это Псковским Кремлем, но на самом деле раньше это была неприступная крепость, которая располагается на холме и она окружена двумя реками. Рекой Великой и еще одной рекой. Раньше здесь было пять колец стен, на данный момент их всего два. Было очень много переходов и было сорок башен. Высота крепостных стен 6-8 метров, а их длина целых 9 километров. На самом деле вот эта длина 9 километров, она чувствуется, потому что сначала мы хотели, ну, погуляясь вдоль стен по Кремлю внутри, а потом обойти его снаружи. Но, когда мы уже вышли из Кремля и хотели его обойти, то мы не обошли даже и половины, потому что мы безумно устали идти. Это Власевская башня, одна из сохранившихся башен. В ней были ворота проездные, которые на ночь закрывались. Сåtевская башня, одна из сохранившихся башен. Я узнала про Псков такой интересный факт, что, согласно летописям, давным-давно один какой-то купец, он из жарких стран вез крокодилов к другому богатому купцу. И у Пскова его судно село на мель, и все крокодилы разбежались и стали терроризировать людей. Конечно, всем было очень страшно, но, к счастью местных жителей, крокодилы не выдержали нашей русской зимы и умерли. Вот эти кридоры, они были построены вдоль всей стены, и не только для передвижения, а вообще, главным образом, для того, чтобы можно было там зажать врага или перекрыть ему путь, и он бы не смог пройти, в общем, для обороны. Кстати, ребят, тут, конечно, тоже есть бойницы. Мы вот поднялись наверх, как вы поняли, и вот там эта река классная. Вот. Красивый такой видок. Вот, ну а здесь этих бойниц, ну, конечно, так же много. Вот там внутренняя часть Кремля. Как вы помните, мы внутрь уже, ну, зашли во вторую внутреннюю часть, так сказать. Вот еще бойницы. Вот, и там длинный-длинный кридор. Я не знаю, как это назвать, ну, короче, безумно длинный. Там еще поворот, и дальше не видно. Ну, еще сзади, конечно, вы видели, как я шла. Я вот тут сижу, там, у меня бойница сзади, я решила присесть. Тут посидеть там, так хорошо сидеть, классно. У меня щуки розовые, я замерзла. Хотя мне иногда жарко. Ну, тут вообще сильный ветер достаточно, но я хочу сказать, что с погодой нам повезло, потому что, когда мы ехали, был очень сильный дождь, и вчера тоже был сильный дождь, но сегодня нам повезло, я считаю, потому что даже солнце светит. Мы поднялись наверх, на крепостную стену, и отсюда очень классный вид на то, вообще, какая огромная территория у Кремля, потому что она реально огромная, и это можно даже сразу не понять, как ты вошел. Ну, а сейчас я увидела что-то интересное вдали, и сейчас мы посмотрим, что же там находится. Вот тут, ребят, прямо под крепостной стеной, но внутри есть вот такой лучный тир. Тут можно пострелять из лука, смотрите. Сейчас они будут стрелять. О, полетела, полетела. Вот, в общем, прикольно, можно пострелять. Смотрите, сейчас еще одна полетит. И давайте. О, полетела. Мы вот тут, чтобы перейти дальше, ну вот, идти вдоль стены, тут нужно перейти внутри, смотрите. Смотрите, а что, я туда не пошла, тут ближе. Смотрите, как классно, это тоже больница тут, типа, да? Вот. Ну и сейчас мы пойдем... Тут... А, тут выхода нет, мы только туда идем. Ну вот так вот тут прикольно. Смотрите. Классно. Я увидела, что можно пойти вниз, и там очень красивый вид, где сливаются реки Великая и река Пскова, поэтому должно быть очень красиво, так что сейчас мы с вами посмотрим на эту красоту, опять же, сверху. Классно. Ребят, мы спустились оттуда из башни, так вниз, и смотрите, ну вот здесь холм, ну, нормально, там вот река, сейчас я вам ее покажу. О, короче, смотрите, я добежала до реки. Что, здесь тут река, да? Там, кстати, еще на том берегу что-то. Не могу сказать, что. Вот, ну прикольно тоже. Ну и, собственно, Кремль. Кремль. На самом деле, мне кажется, что классно жить в таком маленьком городе, потому что вроде это и город, и есть всякие магазины, суммы. Но при этом есть пляж, и можно жарить шашлыки, и это, я считаю, это круто. Ну, а мы, когда вышли на пляж, увидели прямо у стен Кремля вот такой каменный проход, там камни обтянуты сеткой, и мы решили, что можно не идти через весь Кремль обратно, а просто выйти там. И один мужчина пошел, поэтому я тоже решила после него попробовать и рискнуть там пройти. Конечно, идти было страшновато, но реально прикольно. И мы реально нормально вышли. Вот здесь вы можете увидеть, как я уже говорила, что крепость располагается на таком очень высоком крутом холме, на который вообще подняться нереально даже просто так, а просто как они штурмовали его еще и в доспехах, в доспехах своих с оружием, это же тяжело очень. И, кстати, вы можете увидеть, что камни осыпаются, и есть опасные места, на которых лучше не ходить, потому что можно пасть камень на голову. Слева от реки тут такие очень красивые дома, и раньше же там жили люди, и, наверное, классно жить в красивом доме с видом на реку и на красивой Кремль. Но, конечно, сейчас там уже люди не живут, в большинстве сделаны какие-то рестораны, кафе, но людям, наверное, было круто жить так, а не в девятиэтажке с видом на помойку. На этом наше видео подошло к концу. Вот, в общем, такой вот, скажем так, обзор на Кремль у нас получился. Вот там сзади, видите, церковь. Но я сейчас снова пришла в развалины, уже другие, чем в прошлый раз. Вот. Ну, в общем, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Но я хочу сказать, что мне здесь очень понравилось, и Кремль оказался очень большой. Реально, мы не думали, что он будет такой большой. И мы даже уже очень встали. Вот. Но, как бы, сюда, если приезжать, то надолго. То есть тут так, ну, немножко не походишь, если хотите обойти побольше или всё. Вот. Ну, в принципе, мне это понравилось. Вообще, это не новостройка. То есть там, ну, что-то реставрируют частями, но вот как это было, так это и есть. И вообще, это такое вайбовое очень место. И я надеюсь, что вам понравилось как Псковский Кремль, так и моё видео. Поэтому я надеюсь, что вы напишите в комментариях своё мнение, и были ли вы когда-нибудь здесь. Также поставьте мне лайк, подпишитесь на канал и подписывайтесь на моё соцсети. Ведь если вы на них подписаны, то там я стараюсь часто снимать, и вы можете видеть некоторые куски, которые даже будут в видео. Часто очень. Так что спасибо вам большое за просмотр. И смотрите мои предыдущие видео, рум-тур по квартире, в котором мы остановились. Ну, и также следующие видео, которые будут выходить. Пока-пока!